сколько ты зарабатываешь все достаточно то потом посмотришь ютубе поймешь чем фишка друзья всем привет сегодня у нас довольно интересный гостя алекс а к ходал да довольно многие в курсе были того что он к нам прилетел с теплого прекрасного кипра про сейчас мы находимся в москве там за окном температура минус 13 лично я вообще не перевалит такую температуру я думал нужно лучше не смотреть на тебя как вообще просто чтобы понимали у них там зимой что-то 15-18 вы знаете это довольно таки интересный вопрос потому что когда ты находишься долгое время в тепле и после лета уже примерно в ноябре становится море холодным но люди приезжают из россии купаются то есть тут все разница в сравнении и там малейший дождик пойдет то все ты начинаешь ныть все там дождь я никуда не пойду и вот приезжать оттуда в такие места где зимой минус 20 а то и больше это полезно потому что ты начинаешь ценить то что у тебя есть там то есть только для этого кстати но здесь ребят на самом деле большое довольно количество вопросов мы самые интересные затронем я хотел бы ну начали на общую тему поговорить который например мне очень интересно интересно потому что ну я сам хотел бы переехать но вот у нас с аленой такое прям дикое желание и алекс уже живет на кипре если не шбай шестой год да шестой год и вот скажи изначально ты из москвы сам да изначально не совсем так я уехал из дома получается где-то к семнадцати годам потому что я был профессиональным спортсменом потом в один момент баскетболиста кстати для меня это большое удивление когда видел в кадре прости да я когда увидел кадр я думал ну парень и парень и когда первый раз встретил я думаю ёб твою мать это что такое вообще вот то есть он высоченный и реально баскетболом занимался да или чем я чем только не занимался профессиональный спорт это был гандбол или амбол то есть если кто слишком это футбол руками это как водное поло в бассейне это же самое только руками на поле потом после этого был жесткий депрессняк и думал что делать и у меня всегда была мечта почему-то в испании уехать вот и я всегда представлял что я там где-то на пляже сижу и получилось все так что я прилетел туда довольно была интересная история но наверное если если хочешь вот но получилось все как я не было 19 или 18 лет и точно не вспомню когда я купил билет там меня все отговаривали туда ехать и гель давай вот в москву здесь возможности и так далее но мне вот что я вижу за окном изначально не нравилось мне тоже у меня одна из основных причин там доходило вплоть до того что какой кипр тебя там продадут в рабство на органы и в итоге я полетел туда где-то у меня было евро 300 400 на обратный билет но для меня это было как если я вернусь обратно домой то это означало проигрыш все и там я в любой скажем в любом знакомстве в любом вообще походе куда-либо видел возможность у того что то узнаешь у другого так потихоньку нашел работу арендовал квартиру и вот так все поехал и я пришел в криптовалюты кстати вот интересно ты пришел криптовалюты с чего то есть как так получилось вот это опять та же история вот получается когда я работал там это сезонная работа была и зимой эту сил тут здесь я работал риэлтором ну вот и началось все с четырнадцатого года когда упал рубль упал он конкретно на 50 процентов а то и больше и я думал то есть у меня были евро собой собранные там я думал что сделать с этими деньгами то есть тут у меня понимаешь такой спекулятивный интерес появился и я продал все евро купил рубли там по 80 по моему и думаю что бы с ними сделать искал разные варианты куда вложить и но в принципе в итоге практически так и получилось там не совсем пропил вот и наткнулся в интернете на статьи про bitcoin где говорилось что там вот покупайте bitcoin он стоит уже 500 долларов по моему и так и думаю да ну блин чё за бред но у меня такой же было думаю ну на арену дороже потом расскажу это позитив позиционировалась так что это новые деньги я думаю я как бы понимал в то время что что такое доллар что значит доллар как устроенный это экономика и думаю не не может быть какой-то бред сейчас куплю потом вообще потеряю все думаю ну пошло это все нафиг и потом это потихоньку начало всплывать я узнал как все как бы вот самого начала семнадцатого года начал за этим следить в итоге начал покупать покупал первые сделки удачно в итоге я купил ripple по 3 да ладно серьезно вот но я должен смотреть мой канал вот в том-то и прикол как я нашел тебя я тебя нашел поздно то есть я купил ripple нашел твой канал примерно через полтора месяца то есть у меня какая ситуация была были деньги и все говорили вот покупай заработаешь но я купил и все обвалилось когда это все начал обваливаться также как и все многие из вас начал искать информацию в интернете нашел канал вот этого джентльмена и думаю блин чё-то не и начал пробовать торговать то есть я купил еще по более низкой цене по 2 доллара 10 центов но я тогда сделал правильную сделку потому что это выросло обратно на 270 думаю ну все сейчас куплю и будет дальше да у меня также был биткоин немножко этом в общем покупал на хаях думаю вот куплю через там год продам буду миллионером это ребят вам тоже очень относится такая хорошая фраза есть такая хорошая жизненная покупаешь на хаях прокатился на саммит это думаете да в итоге я начал вот было так что этом когда этот рипл тот же опустился на полтора я думаю все это точно дно покупаю на все деньги я там купил рипл bitcoin эфир почему-то не покупал до данного времени покупал там кардана всякие щиткойны которыми до сих пор где-то на бинансе лежат и биржу давно уже не открывает я боюсь даже и открывай там когда заходишь только на страницу виниться на бинансе тоже что-то такого говна много взросли на общий баланс в биткоинах там я заходил по моему а кстати на счет извини что тебя перебил насчет шиткоинов вот ты что считаешь вот стоит торговать на какие-то zero x какой-нибудь жопа летит на луну там такое какой-нибудь тон 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 телеграмовская монет она вышла вообще нет конечно это все что предлагают это все скам но зато люди вот там мне пишут в комментариях боты говорят я купил уже купил себе три ламборгини но или все-таки топ-5 топ-10 топ-20 смотри пока я ничего нового не скажу пока что не пришел регулятор сюда все скам откровенно это можно правда так вот то есть любая биржа любая криптовалюта вот ты завел свои биткоины на биржу они идут на холодный кошелек то есть ты торгуешь крестиками ноликами которые нарисовала беру просто потом если ты это все выводишь тебе из холодного кошелька уже как бы реальный bitcoin переводят на тот адрес который ты указал если что-то случится с биржей ты не пойдешь никуда не пожалуешься единственное что подкупает на данный момент это то что многие проекты начинают пытаться хоть как-то интегрироваться в экономику это все нацелено на будущее и какие проекты выживут непонятно а просто торговать шиткоины можно если вы допустим верите в биток торгуете в паре к биткоину то есть там можно совершать краткосрочные сделки которые дадут вам на самом деле больше профита нежели чем с биткоином то есть от 30 до 50 процентов вы там за пару дней можете делать то есть пример можно привести ситуацию когда я торговал еще летом с чем я торговал с кабин худом и oyster было по моим монета ужас какой первый раз о них слышу да вот они давали за пару дней 30-40 процентов к битку и если в этом с этого угла смотреть ну знаете не на это как повезет я вот здесь очень все таки считаю как повезет во первых если вы торгуете не на топ альты обязательно смотрите на капитализацию потому что когда капитализация 1 2 там 3 миллиона долларов но это уже более-менее капитализация принципе проект может и стрелять но все равно как правило 99,9 процента это вот то что ваши бабки заберут вот на этом активе улетят куда-нибудь в сторону рк т8 ну да это был тонкий троллинг и намек не на самом деле все таки несмотря на то что сейчас все активы сейчас реально они очень опасные и лучше все таки брать те где капитализация побольше при этом вы обязательно должны помнить тот момент что есть активы которых большая капитализация но она надутая например тот же bitcoin кэш тупо форк битка туда вот его капитализация огромная но она просто нарисовалась из воздуха поэтому надо все-таки брать те активы которые люди инвестируют реальные деньги на данный момент это такие крупные активы как риппл вот алекс его любят я не очень люблю риппл потому что я объясню почему эти перебью но вот по поводу дутой капитализации и форков вот вам будет хорошая тема для размышления вот подумайте когда был форк биткойн кэша откуда взялась его первоначальная стоимость то есть кто ее установил и за счет чего она была установлена вот над этим я думаю стоит подумать да так вот насчет риппл я все-таки отвечу почему я не очень-то любливаю этот актив потому что смысл риппла но то есть если заглядывать его фундаментальное значение риппл должен быть стейбл коином то есть это его основной смысл и рано или поздно если все будет грубо говоря по плану и риппл будет продолжать со всеми партнериться он выйдет в состоянии полной стабильности абсолютно минимальной как-то вылетел из головы слова абсолютно минимальной волатильности и просто встанет на какую-то одну полку потому что изначально смысл риппла в этом это не будет такой актив понимаете в принципе на юсдт тоже можно торговать но торги там как и в принципе на фондовом рынке хочешь зарабатывать просто торгуя на юсдт то есть юсд обыкновенный доллар юсдт стейбл коин а тебе нужен очень большой баланс ну реально чтоб там хоть что-то зарабатывать ну я не знаю ну сто тысяч долларов но чтобы реально там чё-то чувствовать чтобы хоть зарабатывать там тысячу долларов в неделю там ну может больше наверное но все равно это вот мало волатильный актив все-таки большинство людей которое пришло на этот рынок они ищут активные волатильные активы и из этого из этой всей массы активов этих монет дохерая больше лучше выбирать какие-то более-менее с нормальной капитализации нормальной командой типа того же на данный момент три плана какой-нибудь стеллар потому что стеллар это актив который априори будут прокачивать я более чем уверен и те кто помнят вот эти полеты на риппле хочу вам напомнить что bitcoin меньше на биткоине люди которые закупили bitcoin на низах продали на хаях они заработали меньше чем люди которые правда купили риппл на низах и продали на хаях и я думаю что стеллара это следующий риппл эфириум потому что эфириум почему в принципе эфириум это скам скамный жесткий вообще капец но на нем делается огромное количество платформ контрактов если например брать расчеты какие-то обычно обычно реально чаще используют эфир не bitcoin и действительно эта платформа будет просто жить за счет того что но на смарт-контрактах он сможет дальше двигаться в принципе как и стала рэлюмин почему я еще рассматриваю стеллар потому что там же тоже есть технологии смарт-контрактов я думаю когда у нас пойдет рост по рынку у нас соответственно начнутся смарт-контракты и на стелларе и возможно они каким-то образом перекроет эфир но пока что в такое дальнее будущее смотреть не стоит но и разумеется bitcoin как родоначальник плюс я хотел бы обратить внимание то что помимо того что биткоин он как первая криптовалюта вы не забывайте то что во первых сейчас пиарит его все время пиарит всегда когда говорят не криптовалюта говорит о биткоин во-первых во вторых сейчас эта сеть очень масштабирует ну масштабируется правильно то есть соответственно не забывайте про lightning network какая там сеть сейчас сеть просто она увеличивается ежедневно размеры этого lightning network а и это тоже надо обращать нельзя брать только паттерны и тех анализ обязательно обращайте внимание на фундаментал ну добавлю от себя фундаментал только если вы инвестируете на долгосрок то есть да 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 это правильно поводу паттернов это что ты это краткосрочная локальная торговля да я согласен так смотри давай ну что самое интересное посмотрим по отвечаем на вопрос подписчиков потому что был анонс народу много написала давай выберем интересные вопросы дадим ответы на них да вот просто по первому комментарию начинай и вот самый интересный взгляд охренеть два моих любимых блогера в одном кадре по скриптам замат дизлайк повышайте свою культуру есть что ответить насчет культуры только я думаю это не касается криптовалют если интересно будет записать нам либо вам услышать ответ там про культуру мы это сделаем просто о культуре говорить сейчас наше время я не знаю я каждый раз я смотрю на графики мочугаюсь да это как бы более в глобальном масштабе зависит допустим как с моим примером с переездом сюда вот пример те яркий приведу на привык там если открывают дверь всегда пропускают человека который проходит но не знаю это вот привычка у меня такая выработалась вот буквально пару дней назад ухожу из подъезда и заходит девушка с коляской и на ступеньках есть такая фигня желоба металлическая на который ты поднимаешь а я вообще не обращал никогда на это внимание и спрашивает вам помочь вы заедете потом смотрю или там рельсы есть вы сможете принципе я вам могу помочь и там такой нет спасибо знаешь как будто ты наш вот давно я жмать нет нет это я жмать он встретил такую не на самом деле у нас относится тоже к культуре нет сказать там ладно спасибо все не надо ничего нет вы что спасибо ну таких дофига больше у нас ой смотри вопрос интересный на самом деле я несмотря на то что сейчас уже выпуск записал свой что с эфиром что с эфиром очень интересный вопрос и очень интересная ситуация по нему именно с объемами то есть пока что вот я говорил всегда ripple первый актив сейчас первый актив у меня становится ripple потому что эфир эфир да фир то есть он на ровне к рипу кстати знаете не сговаривались мы с ним ничего не обсуждали никак вообще это не связано я тоже сейчас что-то на эфир в основном торгую несмотря на то что я его недолюбливаю капец но вот почему-то сейчас знаете эфир у него более прозрачные границы он дает заработать вот как-то так да и учитывая объемы которые вот сейчас рисует нам график откройте тоже trading view он превышает в два раза те объемы при пампе до 1500 и вам вот такой же тоже такой вопрос на размышление что будет с ним через полгода год я как-то давал ответ то что он у него есть огромный шанс повторить путь биткойна в семнадцатом году то есть там до десятки может для кого-то бред покажется но он может дойти только если основываясь на объемах на объемах как пойдет дальше разворот как себя будет вести биткойн и вообще рынок это уже здесь еще один момент такой есть который нельзя упускать до десятки до возможно ну точнее я так не считаю но объясню почему надо не забывать то что было очень много сего эти все еще свои эфиры не продали и только пойдет рост по эфиру сразу начнется слив его вот поэтому я думаю его будут блочить то что эфира большое будущее вообще вообще точно вот то есть у них у эфира ребята эфира будущее то наверное самое большое чем у всех криптовалют реально больше чем у биткоина потому что ну на данный момент как вот я говорил уже смарт-контракты так ну много очень много в нашем криптовалютном мире за завязанной эфире и если честно мне жалко что это так подписаны на вас обоих смотрю ваши выпуски нормально к вам отношусь но эти стеба про хамаху выглядят немного ущербно да вот это вот и тоже хотел выделить во первых это не то что стеб мы никого не хотели обидеть это ситуация это как прикол вот пришла на в голову тогда в моменте но много кто посмеялся много кому это подняло настроение просто если брать факты последние прогнозы только начали сбываться именно у этого трейдера пока если не секрет тоже когда он начинал говорить что будет еще одно то есть пробьем шестерку вниз то есть это я помню буду там овец резать мне прислали такое же видео но в общем где-то с последних двух месяцев я не хочу брать в расчет там его торги у него есть безусловно большой опыт возможно даже больше чем у меня там фондовом рынке безусловно он добился хороших успехов сделав как бы свой бизнес тоже в трейдинге да это не я скажу так про хамаху извини что тебя перебью я считаю что хороший маркетолог вот сделать так почему лично я его стебу потому что я молодец сказать везде ни в коем ни в коем случае не признать что ты не прав ни в концу у меня я не понимаю этого мне как-то похеру вот я я не знаю как алекс как он позиционирует свой канал и я позиционирую свой канал как свои торги и мне вообще абсолютно похеру прав я не прав я для вас для себя конечно не похеру вот и и когда меня сравнивают а вот хамаха говорил раз в неделю что-то там сбоку наперек и потом не это вот на меня переносит чтобы а ты типа лошара по сравнению с хамахами это злит вот плюс как он ну в принципе а крипто сообществе отзывается как он в свое время там всем писал всякие гадости что там все дно а он один красавица поэтому я его стебу как профессионал я не знаю я видел его курсы ничего там сверх естественного нету я ничего не могу сказать такого не не нравится чсв вот я сразу у меня такое чсв чувство собственной важности кто не понимает вот меня только вот этот момент раздражает возможно у него там есть какая-то история но знаете вот у этих вот ребят с бизнес молодости тоже свои охеренные истории у всех прописано он посмотрите пограничника ну например ты хотел добавить про это да тоже про трейдинг вот у каждого есть свой стиль он допустим и не то что стиль то есть нам график дает там паттерны сигналы и трейдинг зависит от того как ты подействуешь в той или иной ситуации вот я когда брал летом обучать троих людей то есть это вот мне часто задавали которые покупали курс у меня которые еще кстати буду доделывать там отзывы и так далее то есть насколько этот курс мне поможет я им я им отвечаю так вот у меня было три человека один в первый месяц сделал сто пятьдесят процентов один ушел в минус там я не помню сколько а второй заработал там 20 или 30 то есть вот тут вопрос почему так информация была одна и та же что касается хамахи также то есть я о нем узнал про тебя из твоего топа каналов про криптовалюты и мне тоже писали вот как ты его можешь сравнивать даже не торговал америку у тебя нет опыта я скажу так вот когда я играл профессионал спорт гамбол то нас тоже были игроки которые там занимались больше меня но я был в основном составе они нет то есть занимаясь меньше и извини тот человек истина смотришь вот у нас был игрок по фамилии коротков и когда но относительно хороший игрок но в целом хреновый был но я думаю не обидится то еще взрослый стал мозги появились и когда мне задают вопрос там про опыт и так далее я говорю вот коротков тоже гонболист занимался там 10 лет я занимался четыре года и показывал больше результаты все это относится не к опыту а к результату то есть всегда придет тот человек допустим неймар который перегонит рональдо месси и так далее это знаете это правильно если проще по-русски на каждого хорошего снайпера есть на это лучше до ripple заменит когда-нибудь bitcoin это опять же вопрос к ситуации но мое мнение изначально складывалась всегда к тому что bitcoin он тяжелый никому не нужны сейчас начинает его масштабировать соответственно возможно он найдет свое применение если нет то он просто получит ногой под зад потому что ему в спину стучат более быстрые более перспективные проекты то что там я смотрел кстати интервью с тони вейсом было бы неплохо тоже с ним записать он говорит то что это единственный проект который децентрализован но я с этим не согласен потому что то рипл нет bitcoin вот и он говорит то что все это компании для поднятия то есть для прокачки своего имени там допустим как бутерин еще кто-то вот я считаю это не совсем правильно и не стоит это именно так воспринимать потому что любой проект это бизнес бизнесу что нужно то есть какая цель это прибыль естественно хочешь не хочешь ты этот бизнес будешь продвигать и развивать если он лучше чем bitcoin в итоге рано или поздно он заменит то есть часто приводили примеры с кодеком когда это вообще компания умерла там сименс нокия пожалуйста при этом раньше они были абсолютными лидерами на например ну семенс ладно они там в другую переквалифицировались nokia то есть это абсолютный лидер на мобильном рынке сейчас таких просто нету фирм как тогда была nokia где сейчас nokia какова вероятность тузымуна в девятнадцатом году насколько понимаю основной пампер битка был битмейн с чем вы взяли битмейн основной пампер битка были хомяки вот ну ладно давайте вопрос какова вероятность тузымуна в девятнадцатом смотря что значит тузымун тузымун с побитие новых вершин я думаю я так понимаю тузымун с пробоем хаев 20 тысяч то есть тузымун это я вижу новый булран это перебой хая двадцатки там 40 50 тысяч есть вероятность то есть это опять же вопрос к той же ситуации никто не может предугадать то есть есть допустим определенные параметры это как ты едешь допустим на машине у тебя фары светят на 40 метров но ты едешь там проезжаешь путь в сто или больше то же самое с крипто рынком если будут определенные обстоятельства то обстоятельства я вам уточню это пробой 7 500 и 10 с чем-то там 10 или 11 тысяч по технике да вот пробиваем только тогда мы можем своим рассматривать хоть какой-то вариант похода двадцатки не говорю про тузымун x40 поэтому мне кажется это вопрос абсолютно которые рано говорить это мы можем просто угадать если так сказать основываясь на общих факторах лично которые вижу не будет девятнадцатом году никаких там тузымунов и ничего такого думаю вероятно вероятно мы с вами увидим рост но там как какой-то пробой глобальных хаев я по крайней мере думаю я вот долго очень много времени там вопросы уделял и для меня 2019 год это год набора позиций то есть какой-то рост там к десятки будет не то что будет там на сто процентов он может быть но девятнадцатый год это пока что начало нового булран то есть двадцатый я согласен абсолютно набор позиции абсолютно дорожки но мне пока слабо верится учитывая динамику крипто рынка с как самого то есть он по волатильности обгоняет все существующие и вообще знакомые нам и вам рынке поэтому пока так полностью согласен даже здесь нечего так как вы относитесь к автоматизированной торговли лично я плохо отношусь потому что смотря какому рынку применять если к форексу есть смысл если к биткоину там и альткоином то есть шанс не заработать не дозаработали это боты или что такое я думаю что вот мы просто чтобы понимали на как нету наоборот как раз таки на фондовом рынке что такое автоматизированная торговля это когда тебе бот реально говорит такой-то уровень такие-то паттерны хочешь войти или не хочешь войти вот это круто я считаю такое было бы классно то есть когда он отслеживает он эти объясняет почему сейчас хорошая точка входа и ты решишь и сам а то что на данный момент продается за там три биткоина какой-то бот по-моему это какая-то дичь не знаю ни одного человека на этом заработал зависит тоже от временного промежутка на графике если вы там ругаете на часовике они нахер не нужны да вы не уследите вот если допустим купил сегодня и ждешь там месяц чтобы продать на 50 процентов дороже к примеру это вы можете сделать собственноручно и сделать более качественно чем это преподнесет бот окей если вы там миллионеры вам больше ну не хватает времени этим заниматься то да бот который вам будет приносить из ваших свободных денег там какой-то процент я и думаю есть смысл при этом вы будете тратить ноль временных затрат но это все равно что-то из области фантастики здесь смотри хороший вопрос есть замутили бы мы свой токен как ракетчик я не знаю что у них за токен по поводу токен короче я расскажу если ты не знаешь токен у них заключается в том что прокачка youtube каналов у них там есть youtube каналы вот эта накрутка я не знаю вообще кто этой хернёй занимается накрутки я не знаю мне непонятно это понятие вообще накрутки вот ну в общем ты покупаешь их токен за этот токен делаешь себе накрутку вот и типа этот токен они как-то хотят чтобы он рос на самом деле это очень сомнительный проект поищите про него в интернете там на одном канале я не помню на каком канале очень хорошо рассказали про токены рк т-8 очень хорошо как серёга из хорошего парня серёга вообще молодец я его я очень любил его канал чтобы понимали канал сергея я смотрел до того как он начал заниматься криптовалютой это был крутой мотивационный канал охерительный мотивационный канал но немножечко его мне кажется бабки ну знаете вот как говорится есть люди слабые на передок вот в плане бабок но для меня это странно и то же самое пытаться заработать на всем с youtube канала блин был хороший канал начали делать проект чтобы всех собрать и мне кажется это неправильно все таки должно быть какое-то уважение и если я думаю мы с алексом и сделаем свой какой-то монет свою какую-то монету свой какой-то проект это будет именно какое-то достойное что достойно и готов но я не хочу так она сделать но это будет то что не будет всех кидать на бабки и а вот так брать просто собирать кэшу при любой удобной возможности мне кажется это неправильно так по поводу сейчас добавлю по поводу токена ракеты вообще в этом всегда нужно понимать вот если вы какой-то проект входите должны понимать какую пользу он несет людям потому что любой успешный бизнес оглянитесь просто вокруг там айфон и так далее айфон свое время нес очень весомую пользу для людей то есть какую проблему я могу решить продвинув скажем вот тот же наш фонд то есть я по себе знал вот как я пришел в трейдинг я вот кстати хорошая мысль бы была я не договорил когда вот я на последней бабки там купил этого рипла я трое суток не спал я сидел вот перед монитором бывало такое там жена на кухне что-то тусуется и ставлю над бугры смотри если пробьет там такой-то уровень быстро меня люди чтоб я отреагировал это не прикол вот я буквально буквально спал часа два в сутки и просто смотрел на график соответственно я выделил некоторые закономерности в итоге потратив кучу времени и нервов я пришел вот я бы не сказал это успехом но примерному пониманию рынка но у меня есть успешный торги там хоть у меня нету там десятилетнего опыта потому что вот в любую рекламу откроют трейдер с десятилетним опытом а какая разница какой десятилетний опыт я вот хочу изменить что я тебя сейчас опять перебью я хочу сказать вот я до этого торговал фонду ну а я на плате не торговал и тому подобное а вообще разные вещи ну вот там одно одна стратегия здесь другая вообще другая вот я вам скажу так более более того скажу вот я на форексе херово торговал вот вот херово да там что-то нормально шло что-то хорошо но в основном не очень на крипте я словил фишку как торговать я понял чё где куда и разные рынки ну вот действительно может когда-нибудь они придут к одной закономерности но у меня по крайней мере тоже опыт растет но разные рынки разные рынки сейчас реально специалисты которые разбираются в этой области они только растут нету сейчас охерительного чувака который знает блин все да тот же пример с поиском блокчейн программистов и специалиста ну да это тяжело проекта это либо они там стоят очень дорого либо их просто нет и нужно там вот то что ты хочешь сделать привлекать там двоих-троих это стоит очень дорого вот и по поводу там бизнеса вот когда ко мне пришла идея с фондом почему эта идея возникла то есть и по своему опыту знаю то что сейчас тоже очень много неопытных людей которые там не в те биржи заведут деньги там сделают ошибку будут тратить те же время тоже те же бессонные ночи перед компьютером то есть этот вопрос он решается нашим фондом и плюс будет страховать той технологии которые я вам говорил еще в том видео в каком вы найдете на канале или мы вставку где-то сделаем где-то вот здесь вот и он на самом деле будет приносить пользу то есть допустим если ты едешь на машине тебя будет реально понятное приложение то есть допустим и часто пишут новички которые попадают на битмакс они открывают и закрывают потому что это как я пока я покажу сбит максимума забрал я честно говорю я хочу я хочу мне прям лить там столько кнопок вот я хочу сделать это оптимизировать таким образом чтобы это было понятно тупому вот который открывает так купить продать кнопка такая-то 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 все чем проще тем будет проще людям новичковые ошибки чтобы не делала то есть они за счет этого окей поначалу это ясно что будет меньше доверия там я даже не удивлюсь что многие из вас начнут кричать вот вы еще один новый скамп так и начнут уже начали ну конечно сейчас тебя на подожди я стоп два клоуна встретились и придумали как кидает людей на деньги на на тебе знаешь вот к этому есть такой хорошая такая хорошая мудрость дурака легче обмануть чем научить достать правда это правда ну если я не знаю кто это писал вот если ты дурак тебя будут обманывать постоянно где бы ты не был поэтому если нет мозгов нет ничего ну да и на самом деле все это нацелено на то чтобы просто вот убрать вот эти новичковые ошибки которые допускали все понимаете она и в принципе любое обучение она нацеленная и на то что вы там зарабатывали но нацелено то что вы зарабатывали но основная задача любого обучения сделать так чтобы не делали тупые ошибки да можно ошибиться где-то по крупному не я не имею ввиду по деньгам я имею ввиду именно с теорией вот например та же вот я ошибся реально ошибся с шестью тысячами я блин не ожидал я считал что все шесть тысяч накопления но блин эта ошибка которую на я потом анализировал еще еще на про шесть тысяч вот я потом еще анализировал думал где меня накололи но понимаете но были у меня ошибки когда я переводил с кошелька биткоина на биткоин наоборот с биткоин кэша на кошелек биткоин и потерял соответственно биткоин кэша там что-то тысяч на 40 или на 50 поэтому это разные уровни ошибки до рубля не не долларов не долларов то что я да я это за рубли тогда почти это думал я в твою мать какой дурак вот получится 10000 ты хотел сказать да по поводу 6000 этого ты думал что это набор позиции а тут вопрос к такой вот к зрителям все приходят на рынок там кто-то сотней кто-то там с пятью тысячами кто-то даже со 100 этого мало и тут нужно понимать как работает крупный игрок вот вот на твой взгляд как работает крупный игрок вот чтобы набрать позицию и пропампить дальше цену что нужно сделать вот представьте что у вас там есть пару миллионов и при сколько у нас сейчас суточный объем торгов биткоина до хрен его знают ну неважно допустим где то пара процентов от его всего депозита чтоб набрать вот эту вот всю позицию представьте сколько нужно времени и мы никогда не знаем целей последующего движения и представьте что и 6000 и 3000 это зона набора позиции одного игрока потому что когда ты покупаешь по 6 по 6 в итоге продавцы заканчиваются то есть тебе никто просто может не продать и что нужно сделать можно опустить цену ниже там где начнется паника где тебе еще дешевле будет продавать нету гарантии то что три тысячи и шесть это не усреднение какого-то крупного игрока либо какого-то фонда либо группы вот либо какой-то группы вот этих игроков или фондов если цель 100000 понимаете в чем прикол где будут распределять а я давал как-то выпуске такой индикатор зона на капли накопление и распределение там где по моему с четырнадцатого года я смотрел фазы фазы на горели дать линии только накапливается то есть конкретного распределения то есть еще сильного слива по биткоину не было и не факт то что он случится сейчас и будет ли вообще может он еще выше уйдет для каких-то целей непонятно то есть все это может быть всего лишь фазы накопления до сих пор потому что как вы знаете что рынок криптовалют это вот столько по сравнению с земным шаром поэтому это хорошая мысль задуматься и понять паниковать вам или нет вот если увидите что идет цена всегда ставьте себя на место там профессионального трейдера либо крупного игрока и попробуйте просто вот остыть если вас не получается идите там голову в холодную воду в ледяную засуньте на минуты две или займитесь какими своими делами нет серьезно абсолютно когда ты не знаешь что делать на рынке вот многие со мной не согласны многие бесятся многие меня оскорбляют но сука когда ты не знаешь что делать на рынке ты закрываешь биржу и занимаешься своими делами все потому что дальше это гадание и казино не знаешь что делать на рынке когда реально нету каких-то там сигналов или еще чего то то есть это мы должны понимать то есть когда например ситуация двоякая либо вверх либо вниз либо еще что-то все 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 свои либо стопами подпер либо будильниками подпер либо ушел без убыток и ждешь ситуации понимаете нету никакой разницы вот я пытаюсь объяснить это довольно многим довольно давно хорошая цена и хорошая точка входа это разные вещи абсолютно разные вещи например 10 тысяч долларов это хорошая точка входа ну хорошая нет с целью на сотку это идеально вот человек вот что отличает человек который разбирается в трейдинге в трейдинге да а человека который чет пытается угадать вот он сразу это понял то есть даже не надо было ничего говорить то есть понимаем это отличная точка входа если мы идем на двадцатку но это плохая если мы сейчас на трех извини я тебя перебью то есть трейдинг в чем заключается в игре на росте также для особо рисковых в игре нападений то есть точка входа она в любом случае хорошая то есть нормальному трейдеру ему пофиг в какую точку входа выбирать он может нападение сыграть главное выбрать хороший понимаете и это неважно какая цена абсолютно неважно главное выбрать ее хорошей поэтому там что-то торопиться думать то хорошая цена все хорошей цены да нету такого понятия есть хорошая есть понятие хорошая точка входа это я бы если честно очень хотел бы чтобы это запомнили и приняли лучше запишите на стикер на монитор есть на самом деле основные правила еще не цену а точку входа вот да вот на самом деле вот главные постулаты в трейдинге где-то 6 для себя для меня это вообще может три какие-то основные вещи и все благодаря которым ты можешь ориентироваться для кого-то может больше поэтому я не знаю я пришел к тому что мне нету разницы вот мне есть дериватива битмакс я могу купить bitcoin там по 20 если увижу что он будет падать я куплю контракты в шорт и заработаю биткоин да не так много как на лонге то есть почему вот вопрос такой почему все люди боятся шортить просто когда при падении ты не заработаешь тех процентов которые бы ты заработал скажем в лонг приведу пример скажем вот вы купили bitcoin по 10 и продали по 15 у вас 15 процентов у вас 50 процентов профита и теперь представьте что вы купили по пятнадцать тысяч но в шорт позицию и продали по 10 у вас уже не пятьдесят процентов профита будет она много меньше вот это тоже стоит учитывать план друзья думаю довольно много интересных моментов мы с вами раскрыли на канале алекс ссылку вы найдете в описании будет продолжение интервью он не будет уже задавать вопросы я тоже постараюсь поделиться своей точкой зрения соответственно переходить если вам это все дело интересно вот а мы с вами тогда на моем канале заканчиваем данное интервью спасибо что были с нами до следующего выпуска пока работа